Добрый день, друзья! Сегодня следующая история тёплым тихим утром посреди зимы. Бывает же, тупишь печку, глядишь на огонь и думаешь, вот она какая, большая зима. И вдруг просыпаешься ночью от непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует вьюга. Ну нет, звук не такой. А далёкий какой-то, очень знакомый звук. Что же это? И засыпаешь снова. А утром забегаешь на крыльцо, лес в тумане. И ни островка снега не видно нигде. Куда же она подевалась зима? Тогда сбегаешь с крыльца и видишь лужу. Смотрите, вот Мишка у нас здесь, и ёжик, и белочка. И все обрадовались, что снег уже растаял. Настоящую лужу посреди зимы. И от всех деревьев идёт пар. Что же это? А это ночью прошёл дождь, большой сильный дождь. И смыл снег, и прогнал мороз. А в лесу стало тепло, как бывает только ранее осенью. Вот как, думал медвежонок, тихим, тёплым утром посреди зимы. Что же теперь делать, думал медвежонок? Топить печку или нет? Щипать на растопку лучинки или не надо? А вообще, как это так? Опять лето? И медвежонок побежал к ёжику посоветоваться. Ёжик ходил вокруг своего дома в глубокой задумчивости. Не понимаю, бормотал ёжик. Как это так? Ливень посреди зимы. И тут прибежал медвежонок. Ну что? Ещё раздались, крикнул. Ну что ещё? Издали, крикнул он. Смотрите, Мишка прибежал к ёжику посоветоваться. Что, что? Печку затопил, сказал ёжик. Нет, сказал медвежонок. Лучинок нащипал. Нет, сказал медвежонок. Я тоже. И они стали ходить вокруг ёжикиного дома и думать вместе. Как ты думаешь, сказал ёжик, если прошёл дождь и теперь туман? Может быть ещё мороз? Не думаю, сказал медвежонок. Значит, если морозы быть не может, значит, может быть только тепло. Значит, сказал медвежонок. А чтобы было тепло, должно появиться солнце, должно, сказал медвежонок. А когда солнышко, хорошо быть на реке, я бы в жизни не догадался, сказал медвежонок. Тогда давай возьмём и позавтракаем. У реки, предложил ёжик, сказал медвежонок, и они сложили в корзину грибы, мёд, чайник, чашки и пошли к реке. Куда вы это идёте? Спросила белка. К реке, сказал ёжик. Завтракать. Возьмите меня с собой. Ай да. И белка взяла орешки и кашу и поспешила следом. Встретился им заяц. Тепло, хорошо, сказал заяц. Куда вы идёте? К реке, сказала белка. Завтракать. И я с вами. Ага, идём, сказал медвежонок. Выбежал из травы хомячок. А я уже засну, сказал он. А тут вода. Куда это вы? Завтракать к реке, сказал ёжик. Идём с нами. У меня и да с собой, сказал хомячок. И постучал лапой по раздувшимся мешкам за щекой. Только чашки нету. И пошёл следом. Пришли к реке, развели костёр, сели завтракать. Выглянуло солнце. Солнце осветило реку и тот берег. И завтракающих друзей. Туман растаял. Если б не дождь, щуря, сказал хомячок, так бы и не увиделись до весны. Если б не дождь, сказала белка, уж так бы не прощались. Если б не ёжик, сказал медвежонок, никто бы не догадался в такую теплень позавтракать на реке. А ёжик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину, птицу, вдруг точно и чисто потевшую за рекой. И думал, что если бы не все они, зачем бы понадобилось тепло этому зимнему лесу. На этом прощаемся. До свидания. Всего доброго.